Домашние пряники станут чудесным подарком к Новому году или необычным украшением для праздничного стола и елочки. Для таких пряников достаточно всего несколько простых продуктов. Сначала мед, сахар, сок, масло комнатной температуры должно быть обязательно. И начинаем смешивать. Взбиваем тесто до полного растворения ингредиентов. Оно должно быть легкое и воздушное. Главный секрет – подержать его в холодильнике около часа и только потом раскатывать. Вот здесь выравнивайте, чтобы ровненько было. Вот, достаточно. Оно должно быть примерно 2 мм. То есть не слишком тонкое. Юлия Иванова – профессиональный пекарь-кондитер. Секреты приготовления любого теста постигала с опытом. Находясь в декрете, получила его предостаточно. Ведь дети так любят сладости. Сейчас они для мамы главные помощники. Детям это очень нравится. У них это лучше всего получается. У меня у самой вызывает жуткий восторг. Посыпать, попробовать. Сыновья помогают? Да. Захар любит разукрашивать фломастерами. Есть же и фломастеры кондитерские. И бывает, когда у меня брак, я ему рисую. Он разукрашивает. Украшать пряники – любимое занятие. Взбиваем специальный порошок для приготовления глазури и начинаем творить. Рисовать можно все, что угодно. Пока глазурь не застыла, покрываем кондитерской посыпкой и даем высохнуть всей этой красоте. Перед таким ароматом и вкусом точно никто не устоит. Даже Дед Мороз не смог удержаться. Можно попробовать, да? Конечно, конечно. Вкусно? Великолепные пряники. Мы даже телезрителям рассказали рецепт, как их делать. Я надеюсь, наши телезрители запомнят этот рецепт и обязательно в Новый год приготовят своим родным и близким такие замечательные пряники. Да, обязательно приготовьте. Ну, а я поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю всем хорошего настроения, счастья, здоровья и волшебства. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». С Новым годом.